Более трех тысяч лабытнанских школьников и студентов традиционно начали свой учебный год с торжественных линеек. Во всех образовательных учреждениях сегодня прозвучал звонок, как символ грядущих школьных занятий. На праздники Дня Знаний побывала наша съемочная группа. Слово Альмерии Новоселовой. Белые банты, яркие цветы, воздушные шары. День Знаний всегда нарядный праздник, который рано или поздно наступает в жизни каждого человека. Главные виновники торжества первоклассники, возможно, еще не осознают, что в их жизни наступает новая пора, но точно знают, чему их научат в школе. Хорошо писать, читать много книг, чтобы когда вырасти и много чего знать. Научиться писать, читать. Родители первоклассников переживают, возможно, даже больше их. В этот день они испытывают весь спектр эмоций. От волнения до радости. За оценки, за поведение, за общее состояние ребенка. Потому что это первый раз. После садика очень волнительно ребенок будет находиться в стенах школы. Поэтому, конечно, мы за него переживаем. С напутственными словами к ученикам обратилась некогда выпускница третьей школы, глава администрации Марина Трескова. У вас впереди самые настоящие жизненные уроки. Перед вами откроется тот верный жизненный путь, который вы выберете сами. Вы наполните его своими победами, совершениями, подвигами и успехами. Сегодня 350 лабутнанских первоклассников перешли на новый жизненный этап. Познакомились с учительницей и одноклассниками. Сели за парты. Теперь это их окружение на ближайшие 11 лет. Учиться будете на пять? Да! А как же сбойки получать? Нет! Друзей хотите здесь найти? Да! Учиться на пятерке детям помогают талантливые педагоги. Гордость третьей школы, учитель русского языка Наталья Власенко. Не так давно ей объявили благодарность президента Российской Федерации за заслуги в области образования и многолетнюю добросовестную работу. Она выпустила уже 11 медалистов, 26 победителей и 16 призеров Олимпиад. Я горжусь, наверное, любыми достижениями, даже самыми незначительными, даже повседневной деятельностью. Но успехи в Олимпиадах, в сдаче ЕГЭ – это особенные. Это результат работы нескольких лет. 147 лабутнанских 11-ти классников сегодня в последний раз торжественно открывают новый учебный год в стенах родной школы. Ученикам восьмой уже не терпится его начать. Хочется побыстрее начать учебный год, чтобы сдать все экзамены и уже не переживать ни за что. Очень волнительно, ведь впереди огромный труд нас ждет, потому что ЕГЭ – это очень серьезно и нужно к нему готовиться. С особой гордостью носят форму кадеты-первоклассники. Они одели ее впервые. Беззаботная детсадовская пора осталась позади. Впереди новые горизонты. Ну а сегодня они наслаждаются праздником. Яркие букеты, несомненно, украшают праздник. Но шесть лет назад педагог московской школы заявила, что лучше сделать доброе дело, потратив деньги не на цветы, а на благотворительность. Так родилась акция «Дети вместо цветов», в которой принимают участие некоторые лабытнанские ученики и их родители. В прошлом году совместными усилиями они перевели на счет общественной организации помощи детям-инвалидам «Дари добро» 40 тысяч рублей. И в этом не собираются ронять планку. Деньги, которые мы могли бы потратить на цветы, мы перевели на лечение больным детям. Например, деньги, которые мы можем потратить на цветы, цветы поставят в вазу и они завянут. А те деньги, которые мы отправим в фонд, они уже не завянут. И с помощью этих денег мы сможем спасти больных детей. Каждый ребенок хочет прийти и подарить букет своему учителю на 1 сентября, но это большое количество букетов по сути не нужно. И учитель даже не в состоянии забрать все эти букеты домой. Лучше купить учителю прекрасный один красивый букет, а деньги собранные, те деньги, которые мы родители могли бы потратить на эти цветы, мы перечислим на помощь больным деткам. День знаний для обучающихся лабытнанского филиала Ямальского многопрофильного колледжа состоялся в сквере с символическим названием «Студенческий». Многие из ребят с этого дня впервые начнут осваивать рабочую специальность. Чтобы получить это мастерство, стать настоящим профессионалом, надо долго и упорно учиться. И для этого в нашем филиале созданы все условия. Это прекрасно оборудованные лаборатории и мастерские, это опытные кадры. Новый учебный год – это повод для покорения новых вершин и достижения новых результатов. Старт дан и символ этому – первый звонок, который прозвенел сегодня во всех школах страны.